По Его следам Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2, 21 Глава 19 Письмо от пастора Кальвина Брюса из Чехакской церкви с Назарет-Авеню к пастору Филиппу Какстон, город Нью-Йорк. Мой дорогой Какстон, сегодня воскресенье, уже поздний вечер, но я абсолютно бодр и переполнен впечатлениями от того, что мне пришлось увидеть и услышать. Не могу не рассказать тебе о ситуации в Раймонде. Я тщательно исследовал все. И, по-видимому, сегодня наступил кульминационный день. Это единственное объяснение, почему я пишу такое длинное письмо в этот поздний час. «Надеюсь, по семинарии ты помнишь Генри Максвелл? Мне кажется, ты говорил, когда я последний раз посещал тебя в Нью-Йорке, что после выпускного вы больше не встречались. Помнишь, он всегда был благородный, очень эрудированный молодой человек. И когда через год после окончания семинарии его пригласили в первую церковь Раймонда, я сказал своей жене, Раймонд сделал хороший выбор. Максвелл вполне удовлетворит их, как проповедник. Он пробыл здесь 11 лет, и, как я слышал, он аккуратный в его служении. У него был хороший приход, и Максвелл, как священник, его вполне удовлетворял. Его церковь считалась самой большой и самой богатой в Раймонде. В его церкви были самые лучшие люди Раймонда. У него замечательный четырехголосый хор, весьма известный, особенно сопрано Мисс Винслоу. О ней я расскажу тебе чуть позже. В общем, могу сказать, что Максвелл очень уютно устроился. У него прекрасная зарплата, приятная обстановка, тихий, благородный приход, богатые, интеллигентные люди. И, а в общем, все то, о чем в наше время мечтала почти вся молодежь семинарии. Но ровно год назад Максвелл пришел в свою церковь в воскресенье утром и в заключение служения сделал поразительное предложение, чтобы добровольцы из членов церкви в течение года не делали бы ничего, не задав прежде вопрос, что бы сделал Иисус. В ответ на это они должны честно решить, как бы он поступил, и независимо от результатов действовать. Эффект от этого предложения был поразительный. Многие члены церкви с удовольствием приняли его и послушно исполняли. В результате этого движение привлекло к себе внимание всего района. Я называю это движением, судя по действиям, предпринимаемым сегодня. Можно твердо сказать, что оно перекинется на другие церкви. Оно произведет революцию в методах, а особенно в определении, что значит быть последователем Иисуса Христа. Прежде всего, по словам Максвелл, он был поражен откликом на его предложение. Некоторые самые выдающиеся члены церкви дали обещание поступать так, как бы это сделал Иисус. Одним из них был Эдвард Норман, редактор газеты «Ежедневные новости», который произвел целую сенсацию в газетном мире. Мильтон Райт, один из лидирующих торговцев Раймонда. Александр Пауэрс, чьи действия в вопросе железнодорожных перевозок против нарушения коммерческого закона год назад наделали столько шума. Мисс Пейдж, одна из богатых наследниц Раймонда, недавно пожертвовала все свое состояние, как я понял, на христианскую ежедневную газету и реформаторскую работу в районе Трущев, известном под названием «Ректангл». Наконец, мисс Винслоу, чья репутация как певицы признана народной. Она из послушания решению поступать так, как бы поступил Иисус, посвятила свой талант на работу среди девушек и женщин, которые представляют большую часть самого худшего населения города. Вдобавок ко всем этим хорошо известным людям постепенно прибавилось все больше христиан Первой Церкви, а в последнее время и из других церквей Раймонда. Большинство добровольцев, давших обещание поступать так, как бы сделал Иисус, были из молодежного союза. Это не совсем то, что включено в предложение Максвелла, в котором последователь Иисуса Христа старается сделать так, как бы на самом деле сделал Иисус. Но результат честного послушания любому из обещаний практически одинаковый, поэтому неудивительно, что большая часть присоединившихся молодежи была из молодежного союза. Я уверен, что первый вопрос, который ты задашь, какой результат этих стараний, чего они достигли или как изменилась повседневная жизнь Церкви и общества, кое-что ты уже знаешь из отчетов Раймонда, которые прошли по всей стране, какие там были события. Но сюда необходимо приехать и посмотреть на явные изменения жизни людей, а особенно на изменения церковной жизни, чтобы понять, что значит следовать по следам Иисуса буквально. Чтобы рассказать все, придется написать длинную историю или даже целую серию историй. Я не настроен этого делать, но могу тебе немного рассказать, чтобы ты имел представление о том, что было сделано. Мне это рассказали здесь друзья и сам Максвелл. Результат обещаний в Первой Церкви получился двойной. Это принесло дух христианского общения, которого, как говорил Максвелл, в Церкви никогда не существовало. Теперь же он восхищается, что отношения между членами почти такие же, как были в Первоапостольской Церкви. Церковь разделилась на две группы членов. Те, которые не приняли обещания, считают других не совсем нормальными и что невозможно буквально во всем подражать Иисусу Христу. Некоторые из них перестали ходить совсем или перешли в другие церкви. Некоторые очень возмущены и ходят в слухи, что они пытаются заставить Максвелл уйти в отставку. Я не знаю, насколько эти люди имеют влияние в Церкви. Все это происходило под чудесным руководством Духа Святого с самого первого воскресенья, когда было принято обещание. Уже год многие из наиболее выдающихся членов Церкви поддерживают это движение. Большой эффект можно видеть и на самом Максвелле. Я слышал его проповедь на нашей штатной ассоциации четыре года назад. Он произвел на меня впечатление способностью драматизировать проповедь. Он это прекрасно понимал. Проповедь его была хорошо составлена и насыщена, как выражали семинаристы, хорошими текстами. Эффект проповеди, как бы выразились большинство слушателей, был приятным. Сегодня утром я опять слушал проповедь Максвелл. Я не слышал его с тех самых пор. Об этом я тебе расскажу позже, но он совершенно не тот Максвелл. У меня создалось впечатление, что он прошел через революционный кризис. Он объясняет это просто. Революция – это новое понимание, что значит быть последователем Иисуса Христа. Он оставил многие старые привычки и изменил мнение о многих вещах. Его отношение к виноводочной торговле абсолютно противоположное тому, которое было у него в прошлом году. У него совершенно новое понятие о служении за кафедрой и с людьми. Он полностью изменился. Как я понимаю, он руководствуется идеей, что современные христиане должны в буквальном смысле подражать Иисусу Христу, и особенно в вопросах страданий. В продолжении нашего разговора он несколько раз цитировал мне стихи из послания Петра. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Он, кажется, переполнен убеждением, что наши церкви больше всего на свете нуждаются в радостном страдании за имя Иисуса. Я не знаю, могу ли я с ним во всем согласиться, но, мой дорогой Кокстон, это просто невероятно наблюдать результаты этой идеи в городе и в церкви. «Тебе хочется узнать результат в жизни тех, которые дали обещание и честно старались быть ему верными. Результаты эти, как я уже сказал, часть истории, и их невозможно описать в деталях. Некоторые из них я тебе расскажу, чтобы ты убедился, что следование за Христом – это не чувство и не притворство, чтобы произвести большой эффект. К примеру, возьмем мистера Пауэрс, который был управляющим железнодорожных мастерских. Когда он представил доказательства, изобличающие нарушения перевозок, то потерял свою должность. И даже больше того, я узнал от одного из своих друзей, что его отношение в светском обществе настолько изменилось, что ни он, ни его семья там больше не появляются. Они оставили круг светского общества, в котором до этого занимали самое видное положение. Между прочим, Кокстон, я слышал, что комитет по какой-то причине отложил рассматривание этого дела. И говорят, что вся компания скоро попадет в судебное следствие. Президент Дорох, согласно представленных Пауэрсом доказательств, был основным правонарушителем. После этого он ушел в отставку. В связи с этим дело становится еще более напряженным, и подозрение падает на укрывательство. В настоящее время управляющий вернулся к своей старой работе оператора телеграфии. Вчера его встретил в церкви. Как и Максвелл, он произвел на меня впечатление человека, прошедшего через серьезный кризис в характере. Не могу не сравнить его с христианином из первого столетия, когда ученики имели все общее. Или на примере мистера Норман, редактора газеты «Ежедневные новости». Он рискнул всем своим состоянием из смиренного убеждения, что так, возможно, поступил бы Иисус. Произвел полную революцию в газете, рискуя провалом. Посылаю тебе экземпляр вчерашнего выпуска. Хочу, чтобы ты внимательно прочел его. По моему мнению, это одна из наиболее интереснейших и замечательных газет, которые когда-либо издавались в Соединенных Штатах. Она открыта для критики. Но что сейчас может быть написано, чтобы не подвергнуться критике? Если взять все в целом, то она настолько выше понимания ежедневной газеты, что я поражен результатом. Он абсолютно уверен в ее успехе, потому что ее все больше и больше начинают читать христиане. Прочти его статьи относительно денежного вопроса и о приближающихся выборах в Раймонде. На выборах опять будет стоять вопрос лицензии. Обе статьи просто замечательные. Норман говорит, что никогда не начинает писать или делать любую работу в газете, не задав прежде себе вопроса, что бы сделал Иисус. Результат, конечно же, очевидный. Следующий – Мильтон Райт, торговец. Как мне рассказали, он произвел целую революцию в своем бизнесе, так что во всем Раймонде нет более уважаемого человека. Рабочие и служащие очень любят его. Зимой, когда он сильно болел и лежал дома, они приходили к нему с желанием помочь, сидели в его постели, а когда он вновь вернулся в магазин, то они в его честь устроили целую демонстрацию. Все это произвела его личная любовь к людям, проявленная в бизнесе. Любовь эта не состоит только из слов, но весь бизнес построен на кооперации, в которой не провозносятся над подчиненными, а обращаются со всеми как с равным. Другие торговцы на улице смотрят на Мильтона Райт как на Страндова. Правда, вначале он много потерял в некоторых сферах, но потом увеличил свой бизнес. Сегодня же он уважаем и к нему относится как к самому лучшему и самому успешному торговцу во всем Раймонде. Наконец, мисс Винслоу. Она решила посвятить свой прекрасный талант беднякам города. В ее планах создать музыкальный институт, где будут обучаться хоровому и вокальному искусству. Она с желанием посвящает на это свою жизнь. Вместе со своей подругой, мисс Пейдж, планирует музыкальные курсы, которые, если все получится, окажут большую пользу в жизни тех людей. Я не слишком старый, дорогой Кокстон, чтобы не интересоваться романтической стороной, которая также была и трагической здесь в Раймонде. Я должен сказать тебе, что мисс Винслоу этой весной выходит замуж за брата мисс Пейдж. Раньше он был заводилой в светском обществе и весьма известен в ночных клубах. Покаялся он в палатке, где его будущая жена принимала активное участие в служении. Не знаю я всех деталей этого небольшого романа, но подозреваю, что здесь есть своя история, которая была бы очень интересная, если бы была доступна. Это всего несколько примеров из жизни людей, послушных взятому на себя обещанию. Хотела я тебе рассказать и о мистере Марш, президенте колледжа имени Линкольна. Мы учились с ним в одной школе, и я немного знаком был с ним, когда уже заканчивал школу. Он принимал очень активное участие в недавней городской компании, и его уважают. Предполагают, что его влияние будет иметь большое значение в предстоящих выборах. Он произвел на меня большое впечатление, как и другие последователи Иисуса Христа в этом движении. Чувствуется, что он прошел серьезную борьбу в решении некоторых вопросов и взял на себя серьезное премия, которое приносит ему страдания, о котором говорил Генри Максвелл. Страдания, которые не уничтожают, а наоборот усиливают настоящую радость. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok